МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аквасада, потом школа, всегда вместе. Говорит, он был ему как брат. И только служба по контракту разлучила лучших друзей. Ты знал, что он по контракту решил? Конечно, знал, да. Я к нему устраивался. В частности. У Евгения было много друзей, с которыми вместе с самых юных лет. С ними делился мечтами, вместе справлялись с трудностями. Он приехал в Чечне, он же в Чечне сейчас жил. Полгода мы вообще жили, ну, он у меня жил. Каждый день, то есть, виделись, да. Есть брат, как говорится, родной, а есть друг, который роднее брата. Вот это к нему относится. Надо что-то помочь. Обращаешься, он говорит, да, конечно, приду, помогу, без проблем. Обращаемся по дому что-то помочь, что-то построить, машину сделать, то есть, финансово так же. Никогда ни в чем не отказывал человек, да. Ну, без преувеличения, один из самых лучших друзей. Всегда на позитиве, всегда вот эта улыбка его. Таких друзей, да, правда, больше не будет. После окончания школы Женя поступил в техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники. Потом срочная служба во внутренних войсках. И твердое решение – остаться по контракту. Буквально в июле призвали его, а в ноябре он уже подписал контракт. Сказал, мам, это мое, я буду служить, я буду подписывать контракт. Евгений служил в Калужской области, получил звание младшего сержанта. Родители поддержали его выбор. Хотя он прекрасно разбирался в механике, собирал и ремонтировал автомобили и мотоциклы. Он очень любил машины, мотоциклы. Мне весь двор завален до сих пор. Вы не представляете, каких только марок там, мотоциклов нет, мопедов. Я вот сейчас их раздаю ребяткам, друзьям. Говорю, ребят, надо, может, какие-то восстановите. Служба в армии изменила планы Евгения. Он хотел продолжить служить. Мечта Министерства обороны. Я ему предлагала, говорю, Женя, у нас столько заводов, столько, я говорю, профессий. Может, оставишь армию? Сказал, мам, я на гражданке себе даже не представляю. Кем бы я мог работать? Я только в армии. И мы очень долго собирали документы, чтобы вот в Министерство обороны. Мам, я хочу в Министерство обороны. И он мне даже не сказал, что он подписал контракт. Он подписал контракт 2 февраля в Клинцовскую часть. Я как-то сначала… Мы просто собирали с ним документы. Потом бы уже вопрос решался, куда он пойдет, что. А 6 февраля он говорит, мама, отвези меня в Клинцы. И я его повезла в Клинцы. И вот он мне дорогой все это рассказывал. Папа всегда был на стороне сына. В их семье воевал дед, прадед. Рассказывают, что сын хотел сначала служить в морской пехоте или ВДВ. Но не получилось. В результате – внутренние войска. Было желание, чтобы он долго жил и был там на своем месте. Воевал все-таки за свой стих. Воевал – воевал, пока не добьет эту нечисть. Так что… Прерывание было одно. Ну, быстро. 17 марта уже погиб. День рождения был 30 декабря. Мне кажется, что военное дело – это было его дело. То есть ему это нравилось. Он этим жил даже, наверное, раз так получилось. Это была его судьба. Он сам захотел заняться этим. Ему это как-то вошло в душу. Ему нравилось помогать, в принципе, людям. Мы учим быть хорошим другом. Ценить родину. Защищать родину. И мы всегда говорим учителя, что именно такие дети, спокойные, не выделяющиеся, даже не активисты, потом становятся настоящими героями, защищают свою родину. Вот, наверное, Женя такой изменит. Екатерина Зойдина, Александр Власов. События. Брянск.